Привет! Мы находимся в самом сердце Барселоны, на улице Ла Рамбла. И сегодня вам буду рассказывать про один очень интересный рынок. Это рынок называется Ла Бокерия, либо рынок Санта-Жизепа. Этот рынок, Ла Бокерия, является старейшим в Европе. Он ведет свое начало с 1200 года. И до этого он работал как монастырь, то есть на его месте был монастырь. И уже потом на территории монастыря отвели небольшую территорию на рынок, мясной рынок. И уже с годами он стал отвоевывать больше и больше места. Со временем закрыли монастырь, и сейчас это просто как рынок, функционирует как рынок. К сожалению, я не могу снять маску, потому что у нас большие штрафы за то, что люди ходят без масок. Поэтому практически все ходят в масках. Расскажу вам сегодня про этот рынок. Итак, рынок Ла Бокерия. Сейчас мы посмотрим, что здесь продается, сколько это стоит, и попробуем что-нибудь вкусненькое. Смотрите, какое красивое оформление у этого рынка. Смотрим, а дело с сырами и с мясными колбасными изделиями. Вот сыры. Сыры типичные, испанские сыры из овечьего молока. С разными специями. Смотрите, тоже цены. Вообще дорого. Дорого. 26, 28, 29, 30 евро за килограмм. Это так приличненько. Но оно того стоит. Вот здесь можно купить такой кулечек с сыром и с хамоном. Будет стоить 5 евро и 6,50 с напитком. То есть можно взять какой-то напиток еще. И вот этот тоже. Здесь побольше он. Больше хамон. Просто хамон 6 евро стоит. Или вот с колбасой. То есть можно же купить, идти гулять и кушать. Такие вот тут. Вино тоже продается. Вино испанское. Зачем с того, что этот рынок, он большой, очень большого размера. И в нем, я не знаю, такой выбор, что просто если чего-то здесь нет, то этого, наверное, вообще просто нет. Смотрите, здесь сухофрукты. Сухофрукты. И разные вкусные штучки. Смотрите. Это похоже на украшение для торта. Карамельки, всякие вкусности. Посмотрите, конфеты. Какой здесь выбор конфет. Просто посмотрите. Это шоколад с сухофруктами. Цены. Вот здесь не написано цены. Но, грасе. Здесь не написано цены, но... Когда вы получаете 1 кг? 740, 100 грамм. 740, 100 грамм. Вот, он говорит то, что 7 евро и 40 сентимов стоит килограмм этих всех вкусностей. Ну, оно того стоит. Стоит попробовать это все. Вот уже всякие штучки. Вот эти апельсины их набожают. Смотрите, 55 евро за килограмм. Вот эти апельсины конкретно. Want the buy? No, thank you. Little bit later. Thank you. Всякие вкусности здесь. Здесь вот отдел тоже со специями. Всякие травы. Смотрите, вот трава. Укроп, петрушка. И тут гораздо больше всего кинза, насколько я понимаю. Вот какие-то еще травы. Пророщенные, видимо. Цветочки продаются. Я не знаю, для чего их еду употребляют. Либо какие-то приправы тоже их употребляют. Всякие разные перцы. Всякие разные перчики. Вот 5 евро стоят перцы. Всякие тоже разные перцы. Сколько видов перцев разных? И наверху, смотрите, сушеные. Сушеные помидоры, сушеные перцы. Лук, чеснок. Сушеные перец. Вот. Тоже опять, смотрите, фрукты, которые, допустим, я ни разу не пробовала. Вот этот фрукт. Кстати, в следующем моем видео я буду пробовать фрукты. И мы обязательно попробуем вот этот фрукт и вот этот фрукт. А это плоды кактуса. Это плоды кактуса. Это грибы. Разные грибы. Смесь грибов. Я не знаю, какой гриб вот этот, но он огромный. Вот разные фрукты. Фрукты некоторые. Я даже не знаю, как называются фрукты. Допустим, вот этот фрукт, я даже не знаю, что это. Вот. Мы обязательно их попробуем. Вот здесь тоже всякие сухофрукты продаются. Вот эти, кстати, очень вкусные. Рекомендую. Это арахис и миндаль и грецкие орехи в карамели. В карамели с кунжутом. Это очень вкусно. Это рекомендую. 55 евро килограмм. Конечно, дорого. Это реально дорого. Здесь сушеные грибы сушеные. Это белые грибы сушеные. 19 евро за 100 грамм. Не за килограмм. Это, по-моему, сморщики наши. Апята. Ну, много здесь грибов разных. Он вообще дорого. За 100 грамм это дорого. Вот тут нам дают попробовать. Можно взять и попробовать. Вот в карамели. Муча грасья. Да. Муча грасья. Да. Си. Как здорово тебе даже могут бесплатно дать попробовать вкусности. Я сейчас попробовала грецкий орех. Садилась яйцами. Все украшено курами. И все здорово сделано. Такой оригинальный стиль. Вот. 12 яиц стоит 1 евро 20 сентимов. Красиво. Мне понравился прям этот прилавочек. Яйца сразу же эму. Куанто балесо дэму? Эму 40. 40. Одно яйцо стоит 40 евро. Как вам? Не знаю, почему эти черные, а эти белые. Не знаю. Здорово. А это, наверное, я скажу, то, что слабонервным лучше не смотреть. Потому что здесь бараньи головы. Это баранья голова. Это ужас. Честно, ужас. Желудки. Это желудок, допустим. Это сердце. Сердца подается языки. Вот язык. И всякие такие дела, что не знаю даже. Я, честно, я не ем мясо, но мой муж, допустим, он ест мясо. Поэтому я спокойно к этому отошусь. Но вот мне как-то даже снимать, делать это видео мне как-то немножко не по себе. Вот это желудки. Это все желудки. Вот либо вот такие всякие почки, языки. То, что такое, наверное, не самое приятное, то, что я видела вообще. Мозг. Даже мозги можно купить. Даже мозг. Как вам? Как вам такие дела? Я даже не знаю, что это. Даже не знаю, как это называется. Не написано так по внешнему виду. Вот. И это, не знаю, некоторые вещи тут. А это хвост. Это же хвосты. Это реально добычий хвост. Это фруктовый отдел. И здесь можно купить и небольшие наборы с фруктами, которые будут стоить всего 2 евро. По-моему, это недорого. Или поменьше. Вот есть, которые поменьше, стоят 1,5 евро. Это клубника, либо ананас, либо вот арбуз. Тоже 1,5 евро стоит. Либо манго. Всякие фрукты, о которых даже я не знаю. Хотя, наверное, я это знаю. Это маракуйя, кранадия, маракуйя. Что-то, по-моему, я знаю, что это фрукты. Но вообще, такой выбор то, что... Это, по-моему, это пита... Питахая. По-моему, это драконий глаз, как он называется. Я его не пробовала. Тоже думаю, надо его попробовать. Ну, эти фрукты мы все знаем. Фрукты, фрукты, фрукты. Также здесь можно купить сок, натуральный сок, который будет стоить всего 1,5 евро. Из разных фруктов. Из смеси фруктов, либо из какого-то фрукта определенного, допустим, из арбуза, либо из... Вот из арбуза. Из манго. Из клубники с бананом. В общем, разные. Разные. Фрукты. Это фруктовые лавки здесь. Также можно купить соки, разные соки, которые будут стоить... Здесь 1 евро. Здесь даже дешевле, чем мы видели до этого. Фрукты. Можно купить кокос, либо арбуз, клубнику, все что угодно. Вот. Здесь можно купить колбасы, которые нужно готовить. Допустим, они сырые, продаются в таком виде. Котлеты, кстати, которые по фабрикатам котлет, но это натуральные. И это 100% делается из мяса. Не как у нас. Потому что у нас говорят, что колбасы делаются непонятно из чего. Здесь, как бы, смотрите, какая интересная колбаса желтого цвета. Вот. 18 евро за килограмм эта колбаса стоит. Черная колбаса. Это в зависимости от того, какие добавки в них содержатся. Вот. Вот это желтое. Вот я читаю сейчас состав. То, что здесь находится с яйцом, с добавлениями яйца. Поэтому у нее такой цвет. То есть яичный желток ей дает такой цвет. Это с добавлением крови. Эти с различными специями. В этом отделе продаются различные оливки. Столько разновидностей, что я даже не знала, что только существует. Смотрите, вот эти. Ну, просто сами посмотрите, что здесь есть. 20 евро за килограмм стоят они. Чеснок. Маринованный чеснок, кстати. Вот эти в зависимости от того, какие специи в них есть. Оливки. Темные-то оливки. Нет, наоборот. Зеленые-то оливки и темные-то маслины. Насколько я помню. Вот. Всякие разные. И тут тоже можно купить маринованные штучки. Это там рыба. Наверное, бокеронос. Это анчоусы наши. Как анчоусы. Это перец. Это помидоры. Фаршированные. Это артишоки. Там, смотрите. Там с осьминогом. Осьминог. На палочке вот эти. Ассорти с луком. С огурцом. С осьминогом. Смотрите. Отдел с хамоном и с мутидом. Это с халбасами. Всякие колбасы. Которые очень типичные в Каталунии. Их, кстати, очень много. Тут едят очень-очень много. Это хамон. Уже в нарезке хамон. А вот это хамон. Сесина дэвака. Это хамон из коровьего окорока. То есть это не свинина, а это говядина вообще. И стоит он должен дороже, прямо дороже, чем свинина. Да, вот он. Видим. 45,90 стоит килограмм. Это из говядины. Это хамон из говядины. А это уже и свинина. Сыр. Типичный овечьий сыр. 24,90 стоит килограмм. Так. Недешево, да? Такие цены. А это рыбный отдел. Смотрите. Крабы, они еще живые. Крабы, они шевелятся. Реально, они шевелятся еще. Вот здесь можно купить всякие морепродукты, которые на самом деле еще живые. Некоторые из них. Крабы. Смотрите. Это гребешки, насколько я понимаю. Уже очищенные гребешки. Это лангостина, лангусты. А вот гребешки тоже они. Гребешки здесь есть. Креветки. Разные виды креветок. Устрицы. То есть креветки уже есть вареные, очищенные. Есть еще сырые. Хотя красные. Вот сырые, наверное, только эти. Красные. Красные, они же все вареные получаются. Вот кальмары. Разные всякие кальмары, осьминоги. Морские ежи. Если мы что-то мы что-то попробуем. И рыбы. Очень много разных видов рыб. Цены по поводу цен. Допустим, сибас стоит 7,90. Тунец стоит 16,80. Филе такое аппетитное очень. Ну и вот. Вот. И смотрите, что тут еще у нас есть. Какие рыбы. Всякие разные. Некоторые названия, я даже не знаю. Вот дорадо. Вот у них цены разные тоже. Ей за 7,90, ей за 6,90. Разные. Такие некоторые рыбы. Я даже не знаю, как они называются. Вот, всякие разные вкусности. А по ценам, наверное, вообще-то немного дороговато. Это по ценам. Конечно, в зависимости от того, что... Что... Я не знаю. Тунец какой интересный. Он огромный просто. Огромный. Конечно, надо было мне прийти пораньше. Мы бы застали побольше. Всяких дел. Здесь тоже даже продаются в кости... В кости морского черта. Смотрите. За 2,50 за килограмм можно купить, наверное, на суп это. Крылья кальмаров продаются. Палтус. Палтус 16,50 стоит килограмм. Смотрите просто, что здесь. Крылья. Всяких разных огромное количество просто. Всяких вкусностей. Тоже отдел со специями. Все специи. Специи здесь так вкусно пахнут. Сушеные перцы. Сушеные грибы. Сухофрукты. В банках тоже орехи всякие разные. Дороговато стоит вообще-то. В зависимости от вида ореха, допустим. Есть орехи, которые 26 евро стоят. Кеши 26 евро стоят килограмм. Разные цены. Здесь также можете перекусить что-то. Есть много кафешек всяких разных, где можно перекусить. Либо морепродукты, как и здесь. Такая закусочка. Либо мясо, либо что-то. Я не знаю. Всякие разные дела. И так, как я вам уже сказала. Здесь можно перекусить, так как много разных местечек. Где продаются морепродукты. Либо какие-то мясные изделия приготовленные уже. Или которые приготовят при вас. Либо какие-то закуски. Либо какие-то даже горячие блюда. Либо бутерброды. Либо сладкие какие-то сладости. Сладкие закуски. Я нашла одно место, где морепродукты. И закуски. Я буду есть устрицы. Я их просто обожаю. Вот так они подаются. И я заказала тортье де батата. То есть это гельшница с картошкой. Если перевести на русский язык. Вот так она выглядит. И подается всегда с хлебом. Такой нехилый кусочек. Не маленький. И пью я воду. Просто воду. Люблю морепродукты. Особенно устрицы. Я их просто обожаю. Некоторые люди. Например, моя мама. Она просто не представляет, как можно их есть. Что они такие противные. Такие неприятные. Мне они так нравятся. Я не могу есть улитки. Вот улитки есть. Улиток. Или улитки. Я их есть просто не могу. А устрицы обожаю. Вот так они выглядят. Еле когда-нибудь устрицы. Вот так они выглядят. Всегда нужно пробовать, когда есть устрицы, живая она или нет. Можно краешком взять вилку для какой-то острый предмет и трогать краешек. Если он двигается, если есть сокращение, вот как сокращается она, то есть на свое место возвращается, значит, устрицы живая. Значит, ее можно кушать. Я не очень голодна, поэтому я заказала немного. Это очень вкусно. Итак, сейчас я буду пробовать яйшинцы с картошкой, тортия де патата. Смотрите, как это выглядит. Всегда подается с хлебом, который фан кон томато. То есть хлеб, сверху на который кладется немножечко томато. То есть он натирается томатом. В некоторых случаях немного с чесноком. Тоже вообще чесноком мне нравится больше, когда с чесноком и с томатом. А сверху поливается оливковым маслом и немножечко соли сыпется. Получается очень вкусно. Очень. Вкусно. Это вкусно. Кстати, большая порция. Несмотря на то, что этот рынок все-таки считается дороговатым. То, допустим, покушать, порции здесь не такие маленькие. Вкусно. Это вкусно. А вот тоже такое здесь место, такая кафешка, где можно тоже перекусить что-то. Здесь уже готовое блюдо. Оливки, колбаски, грибы. Это морепродукты. Это что-то здесь. Что-то фаршированное. С сыром. Вот это, наверное, рыба. Вот это. Тортье де потата, который только что... Нет. Это тортье де колобасин. Это с цукини. А вот это ту, которую я съела только что. Это тортье де потата. Вот оно. Перчики, чтобы делать пименты с депадром. Вот такие всякие штучки. Вот это им солодея руса, которую мы с вами пробовали в прошлый раз. И вот еще тут всякие штучки. Морепродукты. Маленькие коломарчики. Это кольца кальмаров. Франчоусы. Маленькие коломары опять. Креветки. Семга. И большие лангостины, наверное, как они называются. И вот смотрите, какой отдел, где можно купить пирожки. С сыром. С шампиньонами, с грибами. С помидорами, с сыром и с беконом. В общем, всякие разные пирожки за 4 евро. Вообще дорого. Что-то они так ценны. А вот 2 можно купить за 7 евро. Что-то так дороговато. Хотя они большие. Вот эти пироги, они большие. Давайте я им понадею эти пироги. Вот эти они поменьше. За 2,30 стоят они. 2,30. Вот эти вкусные. Эти большие я не пробовала. А вот эти маленькие, они очень вкусные. Я их пробовала. Это аргентинские пироги. Аргентинские. Вот еще. Всякая разная выпечка. Вот еще жареная есть. Тоже вот смотрите, цены какие у них. Можно купить вот такую картошку. За евро 50. Или вот. Вот, по-тапу сбралась. Это та картошка, которую я вам уже показывала. Это типичная испанская картошка за 2,50. Можно купить. Ребят, спасибо вам за ваши просмотры, за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу подписку. До скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok